В апреле месяце мы поставим первый локомотив на колеса, гибридный локомотив, то есть мы сделаем для него всю систему. Это Людиновский теплостроительный завод. Это первая машина, вообще новая машина, выпущена за 40 лет. Вы можете себе представить, когда люди, конструктора, 40 лет не получают работы. Вот попробуйте сейчас ребенка в гости в воду, ребенок не умевший плавать или не плававший никогда, чтобы он поплавал. Или сядьте, посадите на велосипед, он тоже упадет. То есть люди должны получать работу, должны получать задачи и они их решат. Потому что, опять же, я вот записал себе, вот как-то известного американского физика Феймана, но это как бы трудно его заподозрить в любви к России, да, Феймана, спросили, может ли выжить русский народ? А вопрос на сегодняшний день именно так. Я не имею в виду чисто русский, а страна. На что он ответил? Разве может выразиться народ, которому предлежит половина всех фундаментальных открытий в мире, в науке? То есть нам предлежит половина, а всем остальным вместе взятым тоже половина. Это к тому, что можем мы или не можем? Мы можем. Волгородный Кимаш Букапов, Александр Владимирович, начальник отдела маркетинга. Честно говоря, мы, вот Волгородный Кимаш, с многими предприятиями нефтегазового сектора работаем. И проектом можно было много назвать, но я думаю, это будет пустая трата времени. И самое главное, ну, совершенно неэффективно с точки зрения результативности. Вот и Максим Орлодович заявил много, скажем так, отрицательных моментов работы с отечественными поставщиками. И Михаил Александрович тоже высказал какие-то моменты. Самый главный момент у Михаила Орлодовича был, это самый главный момент, нехватка кадров. Сегодня действительно в стране это вот эта ситуация, она везде. Она, кстати, и нефтегазового сектора есть, она, если производитель, она всех есть. Кстати, частично есть проблемы и за рубежом с этим. Вот эта проблема, может быть, и нужно ее рассматривать. Но ее нужно рассматривать в таком направлении. Скажем так, интесценция наших отношений должна быть одной. У каждого предприятия записано в уставе, и вообще в законе написано, что, скажем так, основная функция этого предприятия – получение прибыли. И все руководители, которые здесь есть, они понимают этот момент. И все, скажем так, и, наверное, и Максим Орлодович, и Михаил Александрович, все прекрасно понимают, что их будут держать, если они будут приносить прибыли. И второй момент, самый главный момент – если мы попробуем на слабене вот этой, пожелаем, скажем, своим отечественным производителям, ну, просто поддержку, не обоснованную ничем, развивать слова, первое – не будет результата. Это были такие моменты, когда там и чугунлили, в той стране и везде там еще делали, не получалось ничего в конечном итоге. Более того, скажем, производители сегодня должны быть на голову выше импортных, производители импортной продукции. То есть сегодня, в принципе, вопрос стоит в том, что, если мы рассматриваем с точки зрения стратегии развития государства, общества, то здесь вопрос стоит такой – нужно обучать кадры, и кадры должны перенимать все лучшее. Кстати, поэтому и делаем мы в Калининграде, скажем, «Шевроле», делаем там «Ниссан» и прочее, мы учимся. Это весь мир проходил через это. В Японии, когда в 1945 году ее оккупировали, американцы, там, не в обиду ни в Японии, ни в Японии, ни в Американцах, там командующий Макнамаров издал один указ. Все руководители, которые работали во время войны, на войну, не имеют права заниматься руководством. А это практически, ну, катастрофа, но они все на войне работают. Поэтому пришли новые, молодые, которые стали учиться по всему миру. Более того, они изучали труды Ленина, соцсоревнования, все это изучали. И где теперь Япония? И где теперь Россия, которая победила ли Америка, которая тоже побеждала во Второй мировой войне? То есть это нормальное, естественно, будет развитие. Отчаиваться не стоит. Я, в принципе, знаете, с детям у своих разговариваю, они уже достаточно взрослые, там, 25 лет, 18 лет. Я им говорю, ребята, радуйтесь, когда вы в Японии. Он говорит, пап, ты что, заболел? Я говорю, оттуда вверх тут движение. Ниже нет, он опускаться. А вот когда наверху, то вот держитесь, а то внизу поперки. Поэтому сейчас страна, в общем-то, действительно в тяжелом положении. Я с предыдущим выступающим полностью согласен. Накопилось, наболело. Но эмоции – это очень плохой советчик в жизни. Очень плохой. На обиженных воду возник. То есть сегодня единственная, может быть, просьба к руководителю нефтегазового сектора – это не вопрос в том, что покупаете нашу продукцию. Хотя есть упрек такой, скажем так, в соревновании с импортозамещением. У нас возникают такие проблемы, когда нам говорят, вы должны пониже давать цену, чем импортный. Мы согласны. Но цена там в два раза ниже. И мы не понимаем, почему так в два раза ниже. Качество ничем не уступает. Все прошли эти ситуации, вам везде во что все замечают. Все согласны. Но вот такое желание. Это опять же к тому вопросу, что у нас есть с вами стопор получать прибыль максимум. И эти руководители тоже заинтересованы в получении прибыли. И чем больше они снижут цену, тем больше будет, скажем так, преференции для них. Или, скажем так, оценка их качеством труда будет выше. Но это нормальный, естественный пункт. И на это не стоит обижаться. Единственное, нужно бороться, биться. А от руководителя, еще раз говорю, нефтегазового сектора – не надо покупать ничего. Надо просто вести диалог. Вот, хорошо, поезжайте куда-нибудь, но, понимаете, там тоже люди, тоже такие же кадры, как и у нас. И там возникает такая интересная вещь. Когда с ними общаемся, говорим, ну это же лучше. Он говорит, да, лучше. Ну скажи, что это лучше. Да что, я потеряю место, зачем мне это нужно? То есть, есть определенный пункт и там купить внизу. Единственное сегодня, это действительно диалог. То есть, есть вот затраты такие, их хотим снизить. И один из вариантов – это действительно сегодня голодного производителя в России, ну, может быть, не знаю, не заставить, а направить. И все. Больше ничего не нужно. То есть, в данном случае, те, которые хотят чего-то добиваться, они просят одного, не мешайте. Но они не просят помощи. Никогда. Иначе это будет опять какой-то уродливый, горбатый, ну, нормальный производитель, еще раз говорю. Искусственно все время выведено, оно все время болезненное такое. Оно только неправильно. А вот контакт, диалог, он нужен. Он, кстати, и идет. Ну, может быть, тяжело, может быть, медленно, к нашим неудовольствиям. Ну, убейте. Чтобы что-то изменить, есть народная мудрость, изменивте себя. Вот в голове мы еще себя не изменим. Поэтому, если конструктивно что-то хотим, то начинайте с себя. Ну, а компания, я вижу, неоткрытая. То есть, ну, поверьте, мы с многими работаем, но, может быть, и, скажем так, как сказать, нелицеприятные нам. Все одинаково открыты. Ну, да. То есть, никто не обязан нас любить. Сначала мы должны себя полюбить, а потом и нас полюбить. Спасибо. Спасибо большое. Директор, я, производитель, как раз арматуры. Два доклада выступили. Во-первых, хочу согласиться с всеми мнениями первых двух ораторов, последних, точнее, двух ораторов. И высказать свое мнение по нашим выступающим. Во-первых, уступающему у меня в глазах хребело, когда он показал на плакате, какая же у нас плохая арматура. Конкретно была. Это плохая арматура. Я к чему? Я наблюдаю за тандарами, которые проходят в Гостромнефти, и прекрасно понимаю, что они получают то, что хотят. Получили вот на этом плакате. Возьмите пример с ТНК Бюке. У него таких проблем наверняка нет. А вот давайте спросим, есть такие проблемы у ТНК Бюке? Нет. Очень хороший вопрос. Наши российские изготовители, не все, но в большей части уровень отношений к качеству определенных. Компания нефтегазовая, она не по своей злобности выстраивает эту систему, а просто потому, что это нужно делать. Если этого не делать, то мы будем получать вот такую вот продукцию, которая была показана на слайде. У нас была проблема с качеством задвижек. На всех предприятиях, которые производят нам задвижки, посадили инспекторы, которые отслеживают полностью цикл изготовления. Да, мы как бы тратим на это деньги. Мы договорились с предприятиями, которые производят задвижки, в очень простой схеме взаимодействия. То есть, если уровень брака их продукции превышает какой-то определенный процент, они просто нам оплачивают эту инспекцию. Вот, как бы, таким путем мы пошли по этой инспекции. Ну, что, как бы, хочется еще раз отметить. То есть, если компания позволяет себе, которая покупает продукцию, ну, вот, относиться к так качеству, то, по крайней мере, вот, наша внутренняя там среда, среда России, там, сообщество наших поставщиков, скажем так, еще, на мой взгляд, лично на мой взгляд, не готовы демонстрировать то, что там демонстрируют, возможно, некоторые импортные поставщики с многолетней историей. Когда они дорожат качеству, когда они дорожат репутацией. А у нас, в большей части, там, отвез, заказчик принял, и все хорошо. Не проконтролировал, ушло тоже все хорошо. К сожалению, если мы, как бы, комплексно все с вами вместе поменяем отношения к качеству, может быть, результат у нас будет другой. Спасибо. Ну, с Алексеем Викторовичем я соглашусь, да, где, соответственно, есть контроль. У нас, между прочим, тоже достаточно серьезный контроль, но у нас, в первую очередь, это входной контроль вашей продукции. Да, ну, не конкретно вашей, я говорю, не конкретно вас, да, и, как вы заметили в докладе, я не называл производителей ни по одной группе продукции. Такие вопросы, они характерны... Говорите о микрофонах. К сожалению, микрофон не очень хорошо работает, тем не менее, я еще раз говорю, да, это вопросы неконкретного производителя, да. Значит, контроль входной у нас достаточно серьезно налажен, да, и поэтому мы получаем вот эту вот продукцию, и мы ее выявляем, и не просто так отдаем ее в монтаж, да, и потом у нас там выливаются установленные нефтеприводы. Вот для меня, честно говоря, от вас, вот, коллега, соответственно, откровение было, что вот для ТНК-ВП вы отдаете, соответственно, одну продукцию, да, а для нас другую. Я сделаю, соответственно, очень вывод, и когда приеду, соответственно, в Санкт-Петербург, и скажу, что я вам, соответственно, вот, есть такое отношение к компании Газпром, нет, да, по-хорошему. Объясню, почему. Мы вам платим не фальшивыми ДНГ, да, соответственно, технические условия на поставляемую продукцию, они у нас конкретно и, соответственно, скрупулезно прописаны в договорных отношениях, да. При приведении отборов, соответственно, вы их прекрасно видите и даете нам аферты на то, что мы у вас просим. А по факту получается, да, что вы в ТНК-ВП, соответственно, отправляете качественную продукцию, а в компанию Газпром нефт, если вы где-то там погорячились на тендере, да, и, может быть, соответственно, уронили стоимость, да, вы даете, пытаетесь ее перекупить где-то в стране, да, поставить ее, там, я не знаю, восстановленную, да, с браком, там, или что-то. Ну вот, это комплекс проблем. На самом деле, вот мне выступление предыдущего, алятора, коллеги с Волгограда, очень понравилось, потому что мне показалось, что он понял именно ту мысль, которую я закладывал в свою презентацию. Вы понимаете, здесь вопрос, ну, есть и доля правды, соответственно, и в первом ораторе, но здесь больше, извините меня, по моему личному субъективному мнению, прозвучала некая такая обида, да, за нас, и вопрос регулирования. А я больше согласен с тем, что там, где есть регулирование, там вырастает все неестественно. Понимаете, надо стремиться к открытому рынку, к правильным приведениям и открытости приведения тендеров. Без всяких дополнительных подоклевок, да, мы стараемся построить систему в нашей компании именно таким образом. Понимаете, исключив всевозможные какие-то, соответственно, и злоупотребления и так далее. Если в компании «Газпром» нет, вы выигрываете тендер на этих условиях, соответственно, будьте добры привезти продукцию, отвечающую качественным характеристикам, которые были заявлены, в срок. И тогда вы в срок получите, соответственно, до 30 дней причитающиеся вам денежные средства. Понимаете, и мы с вами не будем делать дополнительные, соответственно, затраты, да, отправляя вам инспекторов на завод, соответственно, смотря, какую вы задвижку положили и так далее. Да, я согласен, что где-то могут быть, соответственно, моменты, которые невозможно, соответственно, везде отследить. Ну, по ряду и номенклатуре, соответственно, это отличается. Но, тем не менее, мы выступаем именно вот за такие партнерские отношения, работа, соответственно, прозрачно и в ринге. Спасибо. Спасибо. Что-то для вас, что для ТНК БП одинаковое. Я имею в виду, что прежде чем вы допускаете к тендеру какого-то производителя, вы проверьте его, а можете ли он сделать по тем требованиям, которые вы... что вы хотите получить. То есть у вас не отслеживаю. Вашем тендере участвуют все, кому не лень. Ну, я грубо, грубо, грубо говорю, конечно. Но, в принципе, если вы поднимите свою статистику, кого вы вычеркнули из поставщиков, побратовая, увидят там недобросовестных поставщиков, скорее всего. И по импортозамещению все-таки. Я готов делать импортозамещение, но мне неизвестно, что необходимо. Поэтому, когда Новотек говорил, что этот вопрос не ко мне, я маленько считаю, что это неправильно. Дайте нам информацию, дайте опрос на листы, а что же вы хотите получить. То есть я не заставляю закупать сегодня то, что у меня нет той номенклатуры или тех изделий, которые я могу сделать, привлекая специалистов ни сегодня, ни завтра. А потом сравнивать и мои цены с Францией, Германией, с Америкой, хоть с кем угодно. То есть мне нужно какое-то время для того, чтобы изготовить. А потом уже я пойду и в проектный институт представлю свою информацию. Ясно. Ваша позиция понятна. Вот там, где все, пожалуйста. Оборудование торцовых уплотнений, насосных агрегатов. Хотелось бы немножечко возразить по поводу импортного замещения. Наша компания как раз немаленькую долю занимается тем, что делает импортное замещение. И как было уже Максима Арнольдовича в докладе, от этого только одни преимущества. Это первое. Низкое отсутствие, скажем так, затрат на ремонты. Это раз. Второе. Это быстро реагировать на проблемную ситуацию. И, соответственно, уменьшение затрат на поддержку ремонтов. Так вот, у меня еще такой вопрос в связи с этим связан. Как вот поговорил в докладе, у импортных производителей проблема в том, что у них отсутствует разрешительная документация на поставку их оборудования на территорию России. И, соответственно, опять же, исходя из доклада, что одно из требований к поставщикам отечественного производства, это наличие международного сертификата. Так вот, здесь какая-то парадоксальная ситуация. У одних одного сертификата нет, проблема у нас, значит, соответственно... Ну, просто это из практики. Мы недавно проиграли тендер зарубежной компании. И основанием как раз было то, что у нас нет сертификата IP. Вот, да. Соответственно, вопрос, а для чего нам необходим этот сертификат, если мы поставляем продукцию на Российской Федерации? Вот. Ну, такой вот вопросик, да. В частности, по «Газпрому» мы провели огромный объем работы по модернизации импортных насосов в прошлом году. Порядка где-то 100 насосов мы успешно модернизировали, которые до сих пор эксплуатируются очень успешно. Спасибо. Спасибо. Вот ваш... Значит, мне спасибо, на самом деле, за оценку. Вопрос немножко не в том ракурсе, я хотел показать, именно... ...что обговорил человек-меграфон. Есть ли? Не слышно. Значит, необязательное требование сертификата по стандарту IP, соответственно, для использования «Газпромнефти». Значит, такого требования у нас нет. И могут быть только исключения, допустим, по каким-то проектам, скажем так, специфическим, где требуются параметры несколько выше. Например, вот у нас есть один из активов наших новых, это «Газпромнефть Оренбург». Скажем так, у них там очень агрессивная среда в скважине, да, и отечественный, скажем так, уровень, который, трубной продукции, которую мы покупаем стандартно, стандартно, да, он не выдерживает условий, поэтому там бывает при рассмотрении, соответственно, мы используем продукцию для закупки с более повышенными требованиями, привязанными просто к действующим стандартам Американского института нефти. Для компании «Газпромнефть» в большинстве случаев подавляющих это не является требованием. С другой стороны, сертификат, который, соответственно, я показывал, требуется импортом, это сертификат на применение. То есть мы испытываем достаточно серьезные проблемы в плане того, что сертификация этой продукции, она занимает длительный период времени, да, сопровождается определенным документооборотом, а это задерживает, как бы, зачастую внедрение вот этих проектов. Поэтому, в принципе, мы не стараемся искусственно ограничить конкуренцию российского производителя на российском рынке. И еще один момент, который я тоже дополнительно использую в случае, я хотел бы добавить, что уровень стоимости продукции, да, вот коллеги, тоже немножко, производитель так, скажем так, немножко со своей стороны, ну да, у каждого своя правда, ноутрирует, да, продукция, качество, соответственно, международного, она в России дешево не стоит. Поверьте мне, как того человека, который этим профессионально занимается. Понимаете? То есть если мы покупаем, соответственно, проблема несколько другая, что мы здесь не можем, соответственно, ее получить, эту продукцию от производителя, да, и куча проблем, которые я старался показать. Да, вот те же самые, допустим, насосы для добычи нефти, соответственно. Вот сегодня мой коллега, соответственно, из ТНК БП говорил о том, что не было российского производителя, соответственно, по классу насосов. Да, его не было. Вы что думаете, что эти насосы, когда начали изготавливать здесь, они стали в два раза дешевле? Нет. Разница не столь существенна. Она может обусловлена быть только логистическими издержками, да, плюс какие-нибудь там еще другие вещи, да. Мы платим, соответственно, за качество, да, но получаем при этом оперативность, да, а не зажимаем производителя, который работает себе в убыток. Я думаю, что никто из здесь присутствующих работать себе в убыток, соответственно, ненамеренно не будет. А вопрос качества, я говорю, другой, да, когда мы пытаемся купить, соответственно, требуемое качество, а нам привозят совсем не то. Понимаете? И даже если, соответственно, мы будем ставить какие-то там заслоны, да, мы их делаем, но это должно быть тоже разумно. Иначе говоря, бывают такие случаи, когда, соответственно, ремонт того же самого оборудования, которое мы приобретаем, он сопоставим с стоимостью нового на рынке, да, и это нас не устраивает. И мы обращаемся к вам, коллеги, давайте, соответственно, посмотрим вместе вот эти вот проблемы, да, и постараемся, соответственно, выйти из этого для того, чтобы работать рыночно, открыто и по-партнерски. Спасибо. Спасибо. Я являюсь самим заказчиком по строительству газопроводов. Я бы вот производитель нашего оборудования чуть-чуть, ну, как бы сказал следующее, что любая тендерная документация и документация, когда попадает к нам непосредственному снабжению, проходит экологическую, техническую, а также экспертизу Ростехнадзора. Технически невозможно в проект никогда не вставить никакое несертифицированное оборудование, тем более нефтегазовая отрасль, она подконтрольна Ростехнадзором. При попытке закупки, как бы, несертифицированной, ни качества, ни имеющей разрешительной документации оборудования, узлов, Ростехнадзор автоматически предписание направит в прокуратуру. И, как бы, мы, как заказчики, ну, практически всегда находимся, так сказать, под прицелом наших правоохранительных органов. Так что, прямую, очень опасно, как бы, обвинять заказчиков в том, что они пытаются что-то несертифицированное купить. Потому что, в общем-то, сидеть всегда заказчику за какие-то взрывы, аварии или еще чего-то. Ну, а по поводу импортозамещения, вот, считаю, производителям нужно брать пример с трубных заводов, которые объединились, выпустили постановление правительства, провели антидемпинговое расследование, получили 38% импортной пошлины на любую завоз труб. В общем-то, ну, зато у нас самые качественные трубы в мире. Так что, вот, я считаю, что нужно производителям объединяться и выходить с предложением на правительство. И вам тоже подпишет Путин такое же постановление. В общем, в юморатуре, да? А, и вот еще положительный опыт, вот, так нефть, вот, интересное, такое вот, у нас все сметные нормы, которые идут, ведутся с закупки, они, неважно в какой анестезии, в нефтегазовой, в общестроительной, в бюджетной, они все для всех едины. Ну, там есть такая интересная штука, что взяла Транснефть, то есть Татнефть для себя, я вот заметил, это первый раз такая инновационная. Там в любой смете стоит ровно 5% на транспортно-заготовительные расходы. Эти средства всегда относятся к строителям, к блоку строителей. Вот я понял, что Татнефть, именно те, кто занимается комплектацией, она отрезала эти 5% от строителей в пользу тех, кто занимается комплектацией. Так вот, я вот, увидя то, что вы уже конечный продукт всегда поставляете на стройки, вот может ли Татнефть прокомментировать? И как ей удалось это сделать? Просто интересный инновационный подход. Спасибо вам большое. Сколько отдали, только забрали. Вот, пожалуйста, есть комментарии? Ой, это модный вопрос. Нет, это вопрос не модный, просто интересный. Когда вы говорите о заглядите воплошных, вы говорите об обсуде, значит, с моей точки зрения, нужно думать о том, как получать качество продукции, а не о том, как водить заглядите воплошные. Он начал противопоставлять, да, вот, розовиков, нефтяников и поставщиков нефтегазового оборудования, говорить о том, что, дескать, вот, Новотек виноват в том, что мы не развиваемся и все прочее. Мне кажется, что здесь немножко смещены акценты не в ту сторону. Новотек хозяйствующий субъект, частная структура, которая закупает, в общем, эффективно и делает это, как любая бизнес-организация. Если говорить о претензиях поставщиков нефтегазового оборудования, здесь они звучали вот так эпизодически от разных предприятий, от разных поставщиков, то я могу их свести к следующему. Ну, прежде всего, это упреки в области естественных монополий и Роснефти, как ни странно. Значит, говорят о том, что эти компании закупают все по завышенным ценам. Я просто транслирую то, что я слышу от очень многих людей, потому что, в конце концов, я стараюсь держаться в курсе дела и так далее, по завышенным ценам. И затем из тендера выпадают реальные поставщики, причем это касается не только оборудований, но и услуг нефтесервисных. А потом эти, так сказать, крупные поставщики, крупные подрядчики оказываются на субподряде у, так сказать, пустышек. Да, вот этот момент есть. И я думаю, что, в общем-то, вот, есть о чем подумать. Да, здесь, конечно же, когда идут упреки в область частных компаний, то это все-таки упреки в области каких-то технологических моментов и прочее, прочее. Если речь идет о завышении цены, то здесь речь идет либо о естественных монополиях, либо о компании с государственным частям. Вот этот момент очень важный. Вместо того, чтобы, как вот CNPC, China National Petroleum Corporation, китайская нефтегазовая корпорация, она наоборот поддерживает машиностроительный бизнес. Да, мы знаем везде, куда приходит CNPC. В Казахстан она приходит, она приходит там, в Туркменистан, в Узбекистан, в Африке она активно работала, ну, в частности, в Ливии, больше всего они пострадали от этого. Вот. То они приходят со своим машиностроением, которого, кстати, раньше не было, так же, как его не было и в Норвегии, так же, как его не было и в Казахстане. У нас же ситуация такая, что ни «Газпром», ни «Транснефть», ни «Роснефть», они, в общем-то, дистанцируются от нашего машиностроения, и это становится какой-то такой, да, ну, в общем, ну, отстаньте от нас, что это такое, ну, как бы, что-то вроде такого, что навязывают им. В этой связи мне хочется вспомнить Юль Кмича Маслякова покойного, да, моего руководителя бывшего, ну, он просто ушел из жизни, как когда он говорил о Министерстве обороны. Он говорил о том, что Дмитрий Федорович Устинов на оборонные предприятия приезжал как на свои. То есть он не делал разницы между армией и между предприятиями, поставляющими вооружение и боевую технику. И он там, так сказать, любую, какие-то проблемы внутри предприятия он воспринимал как проблемы Министерства обороны. И возьмем нынешнее Министерство обороны, которое, в общем-то, начало активно закупать по импорту продукцию и в какой-то степени оно стоит в оппозиции к нашим поставщикам. Да, вот чтобы такого не было, необходима, конечно, политическая воля. И прежде всего это относится, опять же, я возвращаюсь к вот здесь упреке в области импорта и так далее. Я сейчас к ним подойду. Безусловно, это в первую очередь касается государственной компании. Потому что есть совет директоров Газпрома, совет директоров Транснефти. Ну, относится, главное построить там Северный поток, ВСТО и так далее. А там какие будут трубы, какие будут, значит, трубоукладчики, сварочные аппараты и прочее-прочее. Это вторично. То мы ничего не будем делать. Так и так и будет. Французские сварочные аппараты, японские трубоукладчики и китайские трубы. Ну, с трубниками там отдельно, тем они действительно консолидированы, потому что они сами по себе очень сильные. Их всего три игрока. Поэтому им объединится гораздо легче, чем машиностроитель. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень многие вопросы лежат в плоскости именно государственной. Сегодня очень активно, если говорить об импортозамещении, стоит вопрос шельфовых проектов. Об этом очень мало говорят, но мы знаем прекрасно, что по приразломному месторождению сняли все таможенные пошли, их просто обнулили. И более того, импортный поставщик он поставляет без НДС, а Казанское моторство производственное объединение должно поставлять с НДС. Естественно, оно будет неконкуренциспособным. Мало того, что в наших предприятиях нет оборотных средств, их не кредитуют, как китайские компании государственными, не субсидируют государство и так далее. Мало этого, их сейчас ставят в собственной стране в неравное положение с иностранными поставщиками. Естественно, что здесь ни Новотек виноват, ни, так сказать, ТНК обрепения виновата. И это, в общем-то, наплевательская политика государства по отношению к своим предприятиям. Это и соотносительно объединения. Я полностью согласен. Сейчас ситуация меняется. В частности, мы знаем, что увеличилась доля левых фракций Государственной Думы, поэтому появилась возможность. Ну и стали слышать нас больше и будут слышать, неизбежно нас будут слышать больше. По этому, на мой взгляд, сейчас нужно через профильные комитеты Государственной Думы, как называется, абсолютно правильно, из Кубани газификации коллега сказал, продавливать свои решения. Да. И мы, в общем-то, будем этим заниматься. Спасибо. Там были очень интересные данные вот по перспективам, да, что будет востребовано в «Газпромнефти», что можно планировать производство, да. Были затронуты вопросы платежа и так далее. Но эти вопросы почему-то никого не интересуют. И в том числе. Да? Ну, да. Еще раз добрый день, коллеги. Андрей Сулейманов, директор по развитию маркетинга «Бурсервис» города Уфа. Значит, мы производим буровые долоты и больше работаем с сектором бурения. По вот всему, что было сказано, со многими вещами соглашусь и с представителями заказчиков, и с представителями производителей. На мой взгляд, мы имеем ситуацию очень простую, но до безобразия и очень запутанную. Во-первых, мы видим маркетинговую войну на рынке российском нефтегазе. Это война технологий. В первую очередь, война технологий. К сожалению, я не могу принять приглашение идти к специалистам отраслевым и говорить с ними о нашей продукции. Почему? Значит, те партнерские отношения, которые раньше были в России, когда производители оборудования напрямик общались. В данном случае мы производим буровые долоты, мы общались с буровиками. Буровики понимали задачу, которую ставит нефтегабывающая компания. Это у нас сургут нефтегаз единственный остался на село в такой структуре. Все остальные связи порваны. Технологии остались у сервисных компаний. Ни один представитель «Газпромнефти», «Новотека» сегодня не владеет технологией применения PDC-далот лучше, чем специалисты заводов PDC-далотопроводящих. Достучаться мы не можем. Квалификация качественно падает. Первый момент. Второй момент. Реорганизация компании действительно была проведена. Это сегодня компания ориентирована к получению прибыли. Траут, известный автор маркетинговых войн, пишет, как только бухгалтера приходят руководить предприятиями, предприятие рушится. Сегодня мы видим такую интересную вещь. В очень инженерно-емком, технологически-емком секторе нашей экономики, нефтегазовой, где основные деньги зарабатываются на эффективном применении технологий, мы боремся только за ценовые показатели. «Газпромнефть», «Ноябрьснефтегаз», «Муравлевский филиал». Изменение технологий позволило увеличить скорость курения в два раза. Что мешало «Газпромнефть» «Канзасу» пойти по тому же пути. Ничего. В тендер этого года падение цен на 30% расценок. Здорово получилось. Обратите внимание, то есть эффективность известна, но она не применяется на практике. «Сургутнефтегазу» в феврале прошлого года «Бурссервис» отработал 11 скважин, показал технологию, как можно уменьшить затраты на метр бурения. Результат. «Сургутнефтегаз» провел тендер с падением цен на памяти на 30%. Что это? Почему для нас это страшно? Мы конкурируем на открытом рынке, мы приходим на тендеры, на конкурсные отборы, но у нас у всех есть не око. Коллега с Нижнего Новгорода хорошо сказал, мы модернизировали импортные насосы. Мы можем модернизировать все, что угодно. Господа, я два дня на сад вернулся с Алжира. Те технологии, которые «Бурссервис» и «Пакер» октябрьский показал алжирским коллегам, у них глаза округлились, потому что крупнейшие западные компании на рынках приходят с теми технологиями, которые есть у них. И во многом они убогие по сравнению с тем, что есть у нас в России. Вот это очень важный вопрос. Мы делаем технологию, делаем за счет неокра. Кто его будет оплачивать? У нас сегодня на господине «Чкантосе» работают три подрядчика, у которого станки вот до сегодня не случайно задавали вопросы. Они и снос имеют до 60%. Это металлолом. Понимаете? И у нас на каждый куст, правый, левый берег приемки, мы делаем отдельное «Долото». Это проектные работы и сыскания. Кто нас финансирует? Никто. А срочка платежей хорошо бы 30 дней, 60-90 дней мы имеем. Так что о инвестиционных проектах «Газпрома» в адрес производителей мы говорить не можем. Не финансируется неокра у нас сегодня. И то, когда мы выходим на тендер с ценой «Долото», которая живет сегодня 3 месяца, как только появляется верхний привод «Долото» меняется, поставили новую систему очистки «Долото» меняется. У нас срок жизни продукта 3 месяца до полной модернизации. Мы приходим с ценой, которая была в прошлом году, нам ее равняют на 30%. Как мы должны модернизировать сами себя? Когда мы говорим про «Импортное замещение», мы не просим нас писать насильно «85% метража России пробурено российскими «Долотами». Советский метровый проект будет с 2005 года российскими «Долотами». У «Шелла»-то грех отказать. Отказавшись от импорта. Отказавшись от импорта. Отказавшись. Мы вот о чем говорим. У нас есть отдельные направления, но эти направления поддерживаются малым и средним бизнесом, который может быть чуть-чуть шагнул ногой в большой бизнес. У нас есть вертикальные компании сервисные, как «Шлюберже», которые сколько рынка скупило сегодня, если посчитать? Истану, российского. О чем мы говорим? Понимаете? Вот проблема в том, что мы говорили про «Тойоту», про машину, замечательно. Кто рисует «Тойота» сегодня? Российские дизайнеры, они в Ипонии рисуют. Понимаете? Вот о чем мы говорим. У нас система оплаты определенных продукций работ, она неадекватна. Мы просим об одном заказчиках. Господа, у вас есть проект, там написано «Стойкость долота». Пусть она у вас. В конкурсе будет той же. И надо нам редукционную устраивать. Потому что мы о чем говорим сегодня? Долото, затраты на долотный ряд сегодня, ну возьмем тот же наибольский регион, около 500-600 тысяч на скважину. Экономия двух суток, которую мы получаем ежегодно, на каждой скважине, это миллион. Вы представляете, долотно занимает в ковложениях 3%, уже теперь полтора занимает, и нас постоянно потихоньку пытаются задавить. О чем это говорит? То есть мы не видим технологических цепочек, мы не видим технологической эффективности, мы видим просто цену. Получается очень интересная ситуация. То есть, действительно, все, что можно сделать без государства сегодня, провести правильные конкурсные отборы. Понимаете? Не играя на цене. Мы все же прекрасно понимаем, что ПК «Ебразио» уронило в два раза цену на работа, два года назад. Ну, когда мы роняем цену, у нас сегодня вышли проекты сложнейшие по отбору керна рыбчарно-такумского месторождения. СМЕТа составлена так, что инженер, который туда выезжает и отбирает керн, сложный, он получает зарплату 10 тысяч в месяц. Но когда СМЕТа утверждает, то заказчики прекрасно понимают, что на таких объектах такие специалисты работать не могут. А кто выиграл тендер в Евразии? В Евразии? Не будем говорить, но мы ушли с торгов в Сургуте и мы ушли с торгов в «Газпромнефть». Почему не будем? Давайте скажем. У нас еще есть один производитель. Ну давайте, «Газпромнефть» и все выиграл Рената. Понимаете, «Сэлпость» – это поставка китайского оборудования.